Кхе-кхе-кхе, салам, салам! Если вы не помните, о чем была первая часть приключений юной волшебницы, то... Просто возьмите историю философского камня, поменяйте главного героя на десятилетнюю рыжую девочку, и в итоге получите магический контрабас, который в своей игровой форме шел достаточно близко к книжному оригиналу. Рассказчик прологи, собственно, это и делает. В двух словах он рисует перед нами картину, как Таню подкинули к ее родственникам, с которыми она и росла все эти 10 лет. Как она попала в школу магии колдобства, где закарифонила с двумя поциками и ложкой размешивала ягуар в огромном чане. Как стала звездой мясного квиддича, дракон Бола. И как в конце свистнулась в поединке с самой злой волшебницей в мире, Чумой Дель Торт, и в итоге вышла из схватки победителем, попутно уничтожив половину замка. Собственно, это и является причиной того, почему на главном экране мы видели такую разруху. Тащим-то три четверти представленных нам лениво нарисованных картинок. Это подробнейшая копия оных из первой части. И первая глава, возвращение в Тиби Докс, с первых кадров демонстрирует, что в геймплейном плане в Танни Гроттер не произошло никаких изменений. Ах, щит. И мы снова. Это ровно такая же point-and-click адвенчура, какой она была в прошлой части, ровно с теми же самыми механиками и с простыми головоломками. А единственные изменения — это смена времени года, теперь у нас на дворе январь, да и некоторые локации слегка перерисовали, и совсем какое-то крошечное количество новых комнат появилось. Но эти изменения столь маленькие, даже в рамках такой крошечной игры, что говорить о каком-то прогрессе не приходится вовсе. С боем прорвавшись через первую игровую задачку, где требовалось узнать пароль для входа в замок, встречаем наших старых друзей — Ваньку Валялкина и Баб Ебуна, которые и делятся с нами новостями. Например, первым делом выясняется, что тайная комната вновь открыта, и враги наследника трепещите. Хотя нет, похоже, что это из другой оперы. На самом деле аналогию снова провести достаточно просто. В нашей версии ГП в ТВДОКСе появился новый этаж, так называемый «исчезающий этаж». И все из-за этого очень нервничают, ведь, как известно всем в этом мире, подобная аномалия происходит лишь в темные и неспокойные времена. Хотя, вообще-то у нас в России непростые времена никогда и не заканчивались, поэтому я бы скорее удивился, если бы исчезающий этаж, собственно, исчез. Но окей, примем правила игры по лору. Вторая же новость. Профессор Клоп, которого в первой части все считали предателем, дал в качестве домашки сварить прыгательный эликсир. И, по сути, всю первую главу мы и будем заниматься поисками ингредиентов для зелия, а заодно игрок имеет возможность прошвырнуться по персонажам из истории и вспомнить ху из ху. И этот же самый профессор Клоп бегло обмолвился, что кто-то ему подкинул кусок скатерти самооборонки, такой штуки, которая хватает за лицо и прочие выступающие части тела своего обладателя. Обычная школьная шалость, казалось бы, да вот все преподаватели осведомлены, что такую вещичку можно раздобыть исключительно на исчезающем этаже, откуда никто не возвращался, коль уж ступал туда. Тайна. Метла ГП в натуральную величину. Глава вторая, магический шип, стартует с того, что по расписанию сейчас урок снятия с глаза. Но вот незадача. Все пути, ведущие в кабинет, перекрыты заклинанием, превращающим нарушителей в жаб. А единственная свободная дорога, это та, что ведет на исчезающий этаж. Почему так, нах? По логике вещей же должно на... Ладно, я слишком часто, наверное, задаю вопросы, на которых все равно не существует ответа, поэтому продолжим. На подходах к этому самому исчезающему этажу стоит в качестве охраны циклоп с секирой. И когда Таня Гроттер начала говорить оборотами, свойственными среднестатистической женщине... Ясно, что нельзя. Но если не сильно нельзя, то, в принципе, помаленечку можно. Стой! Запутал меня совсем! Местный завуч Поклеп Поклепыч признает, что защитные чары поставили немного не там и выпроваживает героиню куда подальше. Я не совсем понимаю, что это за формулировка поставили не там, такое чувство, как будто их вслепую раскидывали направо и налево. Но, тем не менее, теперь эта дорога открыта, и мы уверенно, не сворачивая, подправляемся на урок. Сатир тут пришел лечиться. Занозу в ногу засадил. Яги говорит, козел он. А ноги-то у него козлиные. Точно. Вот это поворот! Так нехило, позанимавшись учебой, Таня вместе с ягуном отправляется на тренировку по драконболу, но по пути к стадиону слышит, что местный ящер, который однажды сбил три американских истребителя, как мы помним, по какой-то причине вышел из спячки и очень нервно воет. Пройти мимо, само собой, невозможно, поэтому Таня бежит к ангару, в котором дракон по кликухе Гаярын никак не может уснуть и очень тяжело дышит. А причиной его недомогания оказался маленький шип, воткнутый ему в шею. Что это за шип, пока что для нас тайна, но где тайна, там и разгадка, которую проще всего найти, конечно, в древних книгах в библиотеке. И поверьте, что возвращаться в библиотеку после 20-ти минутных блужданий в первой части мне, ой, как не хотелось. Однако в этот раз джин, обитающий там, сам пришел мне на помощь и пояснил, что такой шип создан для призыва некоего духа. И чем элитнее кровь, тем сильнее дух будет. Ну, что-то типа крови единорога из Гарри Поттера. Вся загвоздка в том, что такой шип можно достать только на исчезающем этаже. Хотя откуда это известно, например, джину, тоже не ясно. Но суть заключается в том, что кто-то, как мы понимаем, время от времени путешествует на эту запретную территорию. А раз вернуться с него, как поступает нам информация, может каждый, то и Таня планирует совершить подобную туристическую экскурсию в третьей главе, поход на исчезающий этаж. Поздней ночью наша соседка по комнате, гробыня Склепова, судя по своему виду, единственный человек, способный вернуться в 2007-й, рассказала, что преподаватель из темных магов, профессор Зубодериха, как-то странно себя ведет в последнее время. Распутывание этого дельца Таня решает отложить на потом, ведь сейчас за окном ночи, весь замок спит, а значит, есть время для реализации плана по проникновению в столь вожделенное место. Одна проблема, циклоп охранит. Но и здесь долго задумываться не придется, ведь еще в самой первой главе мы приготовили ключ для решения задачки по обходу этого молодого человека. Даем ему прыгательный эликсир, и задаемся вопросом, а какой высоты потолки в тебе, Докси? А вот и он, исчезающий этаж. Отделяет Таню от него лишь какой-то хлипкий деревянный мостик, и разумно было бы для начала проверить его на прочность, что героиня и сделала, вытащив из кармана жука и направив его по мосту. Бедный жучок сгорает в ужасных предсмертных муках, а нам становится понятно, что есть какой-то иной путь туда, но явно этот не подходит. Устроили тут казино, блядь! Бумазейку санус! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать? Может ты не будешь уже одна так рисковать? Я же волнуюсь. Да? Я давно хотел тебе сказать. Что? Да он, что ты пидор, ёпта. Ладно. Потом скажу. Что это Ванька хотел мне сказать? Может и пидор. Наступает следующий день, а вместе с ним и четвертая глава «Роковое проклятие». Мы оказываемся в, скажем прямо, очень немноголюдном классе на занятии по снятии порчи у профессора Зубодериги, которая обучает собравшихся контрзаклятию местного аналога Абады Кедавры. Подопытным кроликом становится Гроттер. И теперь снова просто осознаете это. На ученика первого курса, которому всего 10 лет. Преподаватель насылает смертельное заклинание, а тот, испытывая дикие боли и адские мучения, должен не потерять самообладание и вспомнить контрзаклинание. С нашей героиней что-то пошло не так и вместо она произнесла другое заклинание, некое откуда ей этот спелл известен, не ясно, но все приходит к тому, что разрушение нашей героини теперь в Тибидоксе несет уже не только на макро уровне, но и на микро. И хотя этот эпизод абсолютно никак не влияет на сюжет этой части в целом, но опять же, это спиженный из тайной комнаты мотив. Как Гарри Поттер на глазах у половины замка неосознанно продемонстрировал свои способности Змеи Уста, так и здесь Таня теряет доверие своих друзей, но блин, как же это нелепо передано. Вы просто вспомните. В Хогвартсе и так ситуация была не из приятных. Все встревожены нападениями на полукровок, а тут Гарри Поттер подобным мувом дает нехилый повод задуматься, а не он Лин отравливает на учеников монстра из тайной комнаты. Здесь же вся обида скрывается в том, что Таня Гроттер якобы не рассказала своим друзьям о том, где она вычитывала какое-то заклинание. На детский сад же, господи, какой же это максимально неумелый ход. В общем, вернемся к игре. После этого нелепого случая на уроке, Таня бежит поделиться обидой к старухе Бабе Иге, обитающей в медпункте, и та просит Танюху принести ей из большого зала скатерть самобранку, который заведует двое из ларца. Казалось бы, что может быть проще, но... Ёпта. Как в прошлой части я полчаса мудохался с какими-то воротами в подвале, так и с этой скатертью я минут 40 пытался разобраться, не понимая, чего хочет от меня игра. Дело в том, что двое из ларца не выдают скатерть и самобранки студентам, но выдают Сарданапалу. Это русский дамблбер, если кто-то был. И в поисках решения, как же мне заполучить этот сраный кусок ткани, я убил миллионы нервов и полчаса реального времени, пока не сдался и все же не заглянул в интернет. И знаете, какое решение оказалось верным? Нужно поговорить, блять, с Кольцом. Я полторы игры прошел, не юзая его, потому что всегда знал, что оно бесполезно. Потому что даже если у меня и возникали запары в каких-то моментах, и я вдруг считал, что Кольцо подскажет решение, то оно всегда отшучивалось какой-нибудь парой фраз, и на этом весь разговор заканчивался. А здесь нам по сюжету нужно спросить совета у деда Таник Ротор, который живет в Кольце, и... Любой, абсолютно любой человек, и не вспомнил бы, что в верхнем правом углу постоянно маячит какая-то хрень бесполезная, поэтому как же я зол был на разработчиков в этот момент, вы себе не представляете. Настоящие друзья не смогут долго обижаться. Завершается глава тем, что один из местных призраков рассказывает, что по ночам некто ошивается у какой-то магической мастерской, и что-то там шерудит фонтаном со статуей рыбой. То есть вы же понимаете, что теперь захочет сделать Таник Ротор, да? На этом моменте, мне кажется, уже даже сценаристам стало сложно оправдывать то, каким образом Таник Ротор умудряется получать закрытую информацию, так что глава пятая статуя фонтан начинается с того, что во время выполнения домашки Танюха поставила кляксу на пергамент, а кляксы в волшебном мире не отстирываются даже... Новой лаской магии черного. Поэтому героиня отправляется за волшебной губкой в мидпункт, но по пути слышит разговор двух работников педагогического труда, который обсуждает Анус Зарыковский. Значит, он еще не перестал пульсировать. Кажется, что там открылась воронка, втягивающая все в себя. И самое скверное, мы до сих пор не знаем, кто туда проник и как проник. Воронка открывалась уже трижды. Ладно, конечно, вы поняли, что на самом деле речь идет снова про исчезающий этаж, так сильно волнующий всех в замке. Татьяна спешит обратно к друзьям и вкратце поясняет им за подслушанный разговор. Баб Ягун высказывает мысль, что три открытые воронки — это три жертвы этажа, которые побывали там. Но никто из учеников не числится пропавшим без вести, так что... А предположим, эти трое вернулись назад уже другими, с порабощенными мощной магией. А наигравшись в Шерлока Холмса, Ягун сваливает с патеньки. Но это мини-совещание продолжается, и наш старый добрый пидор... Ванька высказывает предположение, что зубодериха, которая, как нам доложила гробыня, так жестко светит голубыми глазами, и является зомби, побывавшим на исчезающем этаже. Поэтому на некст день после очередного урока Таня, не слабо на стелсе, подслушивает разговор преподавателя и их одноклассницы, которые, судя по всему, затеяли что-то совсем уж нехорошее. Но его же надо срочно убрать. Захвати с собой кинжал. Встречаемся в три часа у кабинета Сарданапала. Наш гражданский долг предотвратить преступление, поэтому Таня несется со всех ног к директору, но перед входом в кабинет натыкается на главу светлого отделения магов, Медузию Гаргонову, аналог профессора Магонагл из Гарри Поттера, которая на протяжении двух игр с определенной периодичностью появлялась на экранах и порой учила нас новым колдовским штучкам. Добрая душа Медузия. Преподаватель уверяет нас, что Сарданапала убить так-то невозможно, поэтому пускай Танюха не забивает голову этой ерундой, а забивает ее ранетками, тиндером или чем сейчас увлекается молодежь. Если героиня и выкинула эту сюжетную ветку из головы, то слабо призрака о том, что по ночам кто-то бродит возле магической мастерской и фонтана с рыбой, она вспоминает, проходя мимо, собственно, этого самого фонтана с рыбой. В ходе беглого осмотра статуи выясняется, что плавничок-то уместный Камбал и подвижный, а подвигав его, подвинется и вся скульптура в целом, приоткрыв дырку в полу больше, чем между зубами у Елены Темниковой. Опять же, я думаю, не обязательно акцентировать внимание на поразительном сходстве между входом на исчезающий этаж здесь и входом в тайную комнату в оригинале. Но, блин, как же Емец умудрился спиздить даже такой сюжетный элемент, когда этого вполне можно было бы избежать, просто в голове не укладывается. На сто процентов уверен, что нашим героям и не пришло бы в голову, что насчет этого туннеля нужно предупредить преподавателей, а самим им лезть туда не стоит. А тут как раз-то и в тему подъехал Deus Ex Machin, который буквально толкнул героев в пропасть. Выход нашей троицы перегородили Зубодериха и та одноклассница, с которой вместе они обсуждали какой-то темный план про кинжал и сарданопало. Давайте! Да вы чего в натуре, а? Егун! Ебаный! Итак, вот она, шестая глава. Черный куб. Честно говоря, для меня суть этого этажа до сих пор остается загадкой, потому что представляет из себя он площадку, на которой оказывается человек после падения, плюс откуда он падает, не очень понятно. Коридор с модным дизайном. И некий зал, посреди которого стоит черный куб, вынесенный в название главы, отражающий образ чумы Дель Торт внутри. Если предназначение тайной комнаты вполне себе раскрывалось и объяснялось, то тут это просто территория ради того, чтобы хоть на чем-то построить какую-то загадку, и чтобы хоть как-то приплести историю оригинала с историей-подделкой к общему знаменателю. Я даже представить не могу ни одного места на планете Земля, ни одного места в литературе, в существовании которого было бы меньше причин. Короче, все это есть для того, чтобы в конце истории снова в сражении схлестнулись Таня Гротер и злейшая ведьма всех времен. Ну, вернее, как схлестнулись. На самом деле, чума Дель Торт не иллюзорно мертва с прошлой части, а здесь мы видим ее дух, который, однако, пытался материализоваться в нашем мире посредством того шипа, который мы вытащили из шеи у дракона в начале игры. Но в целом звучит как-то тухло, сами понимаете. Да и вспомнив дух Тома Реддла, питавшийся энергией Джинни Уизли, мы понимаем, откуда ноги растут и у этой гениальной сценарной задумки. А новый план же Темной Чародейки заключается в том, что... Скоро у меня будет тело! И где ты возьмешь это тело? Нет! Ладно, само собой, снова все понимают, что тело Тани есть желанная добыча не только для всех тибедокских педофилов, но и для главной злодейки. А так как она сама, будучи простым отражением, сделает ничего не в состоянии, то на помощь приходит один за другим три слуги, которых успели за время игры завербовать исчезающий этаж и здешняя темная магия. Итак, встречаем, друзья. Предатель номер один... Второй это... Ну, наконец-то он! И в конце концов, третий слуга это... Все они стали жертвами собственного любопытства, тем или иным способом, найдя дорогу на исчезающий этаж. А дальше уже сила злодейки сделала все сама. Остался только один вопрос. А как же напавший на нас профессор Зубодериха и одноклассница? Древнее клише о долгой болтавне главных врагов перед финальной битвой работает и здесь. Чума Дель Торт поясняет нам, что те две дурочки просто-напросто что-то напортачили в каком-то магическом эксперименте. Им было зашкварно признаваться в таком огрехе, поэтому ночью они хотели пробраться в кабинет к Сарданапалу, чтобы отыскать там древний талисман, снимающий подобные сглазы, только и всего. При этом, собственно, откуда об этом знает сам местный Волан-де-Морт? Непонятно. 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 Не ясно. Непонятно. Когда уже героям надоело молоть по напрасным языком, Ивану прилетает приказ убить Таню. Однако тут начинается такой экшен, что аккуратнее на поворотах, друзья. На самом деле правильный поступок в такой ситуации это не идти на пролом, а искать альтернативные методы и решение финальной головоломки даже в какой-то степени элегантное. Боевое заклинание, посланное Медузе и Ивана, попадает в колонну, демонстрирующую модель повреждений, похлеще всяких крузецов. И так как это происходит прямо в последние мгновения перед тем, как нужно сделать свой ход, то обломки этой колонны даже как-то не приходят на ум поначалу и напрасно, ведь любые заклинания нашей героини, извините за каламбур, отзеркалятся от зеркала, не нанесят ему никакого дамага. Зато вот попадание камнем это хреновина пережить не в состоянии. Получай! По уже старой традиции, после финального поединка Таня очухивается в мидпункте и в окружении друзей. Судя по всему, на исчезающем этаже стояли камеры, которые засняли все, что случилось там, потому что Баб Ягун утверждает, что смотрел запись произошедшего. Отличный был удар! Я потом смотрел! Ну а администрация данного учебного заведения совершает воистину широкий жест. С сегодняшнего дня соломка наполовину наполненная кокаином будет навечно закреплена за вашим обеденным столом. Конец. Это была вторая игра о приключениях Тани Гроттер в русском мире волшебников. И она настолько слабо отличается от предшественницы, что... Да какой уж там слабо, она вообще ничем не отличается. Ну, вы сами это видели. Я даже буду не удивлен, если изначально планировалось выпускать и магический контрабас, и исчезающий этаж одной игрой. Но жадная Акела, выступавшая издателем, воспротивилась и захотела струбить побольше бабла. Добрую половину игры мы занимаемся совсем какими-то несюжетными делами. Либо ищем ингредиенты для зелья, либо пытаемся достать в скатерь самобранку для Яги, либо еще какой-нибудь бытовухой. А учитывая продолжительность игры, сократившуюся по сравнению с первой частью на треть, у меня почему-то складывается впечатление, что разработчиков торопили к выходу новой книги о Мефодии Буслаеве, второй крупный сериал Дмитрия Емца, автора Тани Гротер, вместе с которыми, собственно, и распространились диски с игрой. При всем при этом, я все так же не могу как-то совсем плеваться от этих двух квестов, и ностальгия здесь ни при чем вообще, так как в детстве я не особо плейал в Гротер. Да, они совсем простенькие, порой нелогичные, даже, да, скорее же, это зубов нелогичные, но... Хзэй. Ну, видно, что делали с душой, ругать поэтому эти адвенчурки, ну, совсем не хочется. Они звезд с неба не хватают, они серенькие и невзрачные, но в скромности своей действительно хороши, поэтому я даже готов с грустью вздохнуть, что игрового продолжения мы так и не увидим. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца и был со мной в этих приключениях. Благодарю тех, кто оценил видео лайком, комментарием и подпиской. И посылаю вам только позитивные импульсы, и от души желаю всего самого наилучшего. Оставайтесь на связи, глядишь, здесь еще что-нибудь будет, но, как обычно, обещать не стану. Всем удачи, друзья. Всем удачи.